доброго времени суток с вами ermita сегодня смотрим на фильтр кросс где у нас тут номер она здесь у нас номер указа только вот он наверно к м 01 016 00 что является аналогом хендайского оригинального фильтра такая вот коробочка намекает на производство кореи имеется на русском языке запчасти автомобильные и так далее ну в общем ли он и для россии явно высокое качество в мире и так далее как обычно все масляный фильтр кросс в общем такая коробочка вполне приемлемая смотрим что у нас здесь внутри у фильтр грязно-бирюзового цвета кросс made in корея шрифт расплывчатый так на корейском и на английском инструкции по применению в принципе все фильтр закрыт закрыт прикрыт пленочкой в общем вот такой фильтрок да тут кстати даже на самом фильтре не указан номер самого фильтра ну да ладно открываем пленочку смотрим чем нас порадует внешний осмотр внутренности так прокладочку нас округлого сечения жесткая с буртиком на своем месте так слегка вращается ну выпасть не должна обработка отверстий приемлемая внутри виден противодренально резиновый клапан резьба более-менее нормально обработано вот такой небольшой фильтр внутри по возможности смотрим ничего такого видно что фильтрующий элемент уже мне часто вот все пожалуй внешний осмотр продуем данный фильтр дедовским способом проверим задерживает ли у нас воздух противоадренальный клапан ну скажем так 50 процентов воздуха проходит насквозь то есть воздух фильтр плохо задерживает смотрим на габариты фильтра 81 диаметр и высота примерно где-то 70 высота 77 вес данного фильтра составляет 265 грамм 64 фильтр вскрыт смотрим на внутренности фильтра так ну что у нас здесь противоадренальный клапан резиновый довольно таки вяленький резина есть резина до резина легка в смазочке здесь у нас но вялый вялый прилегает вроде плотненько продувался и вяленькая резина так далее смотрим катушечка занимает немного места можно было чуть больше в принципе сказывается на площади фильтрации шторы так здесь у нас пластина используется жесткая прижимная так внутри у нас к окислы ржавчина начинает подъедать корпусок ну да ладно так смотрим на катушечку даже изнутри было заметно что фильтрующий элемент уложен неравномерно уложен вернее снаружи заглядывание внутрь было заметно что фильтрующий элемент уложен неравномерно тонкий элемент немного ариа расстояния между складочками есть большой вот здесь фильтрующий элемент тоненький не жесткий вроде не рвется под воздействием так перепускной клапанишечка у нас пластмассовый маленький так клеп герметика подтеков небольшой наплыв имеется ну так целом принципе более-менее катушечка довольно таки крепенько склеена на процвет выглядит катушечку вот таким образом рассказать что не очень плотный фильтрующий элемент измерим диаметр перепускного клапана составляет 11 один с половиной почти миллиметров ход жестковатый слегка подкусывает но довольно таки нормально начало открыть те составляет 3300 1450 это примерно давление открытия под получается перепускного клапана получается 1 и 4 почти 1 и 4 бара чуть-чуть завышена но настолько критично клапан работает это самое главное высота у нас для определения площади фильтрации берем возьмем 46 миллиметров довольно таки легко отсоединились катушечка краешек то есть цилиндр плохо приклеим с одной стороны с этой стороны вот кстати неплохо так скобочка тут у нас внутри маленечко порвем об принципе с этой стороны цилиндр неплохо схватим довольно таки жесткий практически не мнется так ладно еще раз посмотрим на перепускной клапан и на ход его вот у нас пластмассовый слегка подкусывает но масляной среде естественно все будет как говорится на мази ладно смотрим проклейку торцов тканчик а ну можно сказать что заметно в принципе что не часто у ворон фильтрующий элемент площадь будет небольшая ну принципе проклейка с этой стороны плохая смотрим с этой и с этой тоже клею немного но проклейка довольно таки хотя нет вот маленечко есть чуть-чуть вот не захвачен буквально чуть-чуть клея не хватает ну в принципе это не критично чуть-чуть чуть-чуть как говорится не считается пара складочек это ни о чем но здесь тоже вроде да нет здесь с этой стороны кстати намного лучше здесь чуть-чуть краешки не захвачено это мелочь в принципе проклейка нормально фильтрующий элемент не толстый вроде березьяна штора заметно маленькая по длине небольшая площадь шторы получилось всего 584 сантиметра что в принципе и очень-очень мало как минимум 800 надо было бы быть но что есть то есть небольшая площадь фильтрации вот так выглядит сравнение фильтрующие элементы что явно что укоса очень тонкий фильтрующий элемент у фильтра кросс все-таки менее равномерный фильтрующий элемент по сравнению с фильтром мали ну вот что из себя представляет фильтр кросс к м 01 016 00 посредственный фильтр небольшая площадь фильтрации вяленький противодренарный клапан перепускной клапан вроде чуть-чуть завыши завышена давление открытие но так в целом больше каких-то явно косяков нет довольно таки средний фильтр ничем себе выдающимся не показал с вами был ermita смотрите мои распилы всем удачи пока